Всем привет, друзья! С вами Маркович, и мы продолжаем играть в Foundation. В прошлый раз мы с вами построили вот такую деревушку рыболов, которая поставляет рыбные ресурсы в наш основной город, и сами, конечно же, тоже питаются за счёт этой рыбы. Но, честно говоря, такого количества рыбацких хижин маловато, и рыба просто сметается, знаете, за секунду вся, которая у нас только вылавливается. Поэтому я планирую сегодня немножко расширить эту деревушку. Мы с вами прикупим соседнюю территорию. Я вот, правда, думаю пока, какую покупать. Наверное, здесь купим, раз здесь рыбное место вот тут, то поближе сюда к нему и купим, да, и в эту сторону будем расширять и целиком берег застраивать всеми этими рыболовецкими хижинами. Далее, друзья, что мы сегодня с вами ещё сделаем? Мы сегодня также прикупим здесь две территории, примерно две, и будем расширять наш основной город. То есть, во-первых, мы с вами перестроим ещё церковь. Нам теперь ведь стало доступно, да, новые построечки. Как вы помните, у нас здесь деревянные церкви везде стоят, а теперь у нас есть просто церковь, на которой требуется очень много камня. Но, в принципе, я к этому тоже подготовился более-менее и построил здесь дополнительные ресурсы по добыче камня. Лагерь камнетёсов ещё один сделал. И, в общем, теперь получается 10 человек у нас трудятся по добыче камня. Но, в принципе, что здесь много камня, что здесь много камня. Плюс ещё у нас и здесь присутствует хижина-камечка, которая все эти камни обрабатывает. Так что ресурсов предостаточно. Также у нас трудятся наши стрелеры, которые обрабатывают древесину. Ну, в общем, я надеюсь, что нам всего этого хватит потихонечку, и они довольно быстро всё это перестроят. Купим здесь новые территории, собственно. Сделаем немножко больше зоны для строительства жилья. Хотя пока, честно говоря, мне не очень хочется, чтобы ещё больше народу было, потому что мы и так сейчас, знаете, с вами трудимся-трудимся, а еды по-прежнему не хватает. Хотя я поставил новые мельницы, и вот пекарни, мне кажется, нужно ещё сделать пару штук. Потому что здесь они трудятся, конечно, их всего две. И, наверное, можно было бы побольше. Потому что муки у нас, с вами, теперь тоже, в принципе, в достатке. Ну, более-менее в достатке, знаете. Чего у нас хватает? Так это пшена. Пшена у нас точно вообще прям очень-очень много. Где у нас там было-то? Вот, 379. Ну, сами видите, да? В принципе, хлеб тоже сейчас имеется. И одежда есть. И рыба даже немножко есть, кстати говоря. Так что, в принципе, сейчас более-менее нормально. Но, тем не менее, как только мы чуть-чуть расширимся, нам, с вами, нужно будет сразу эти резервы увеличивать, конечно же. Потому что, ну, сами понимаете, народ прожорливый довольно-таки. Все хотят кушать и, конечно же, носить новую одежку. Но это мы с вами сделаем. Также, друзья, я перенес отсюда, как вы видите, всех собирателей в одну кучу сюда. Их столпил. Чтобы, опять же, здесь можно было спокойно расширить. И, кстати говоря, я думаю, знаете что? Я думаю, что, скорее всего, мы эту стену заменим. У нас ведь с вами есть еще малая каменная стена. Вот, просто каменная стена получается, да? Большая каменная стена, которой можно... В смысле, я же говорю, большая каменная стена. Большая каменная стена. Вот. Ее можно было поставить к основному поселению, я думаю. Принц... Ой-ой-ой, тихо спокойно. Не трогал ничего. То есть, оградить основное поселение такой стеной, а уже деревянную, как бы, знаете, вторым рядом пустить. Вот эти пристроечки, как раз-таки, которые здесь с вами будут, оградить именно ей. Ну, как-нибудь так, чтобы, знаете, смотрелось, мне кажется, нормально. В принципе, замок я, на самом деле, подумал его построить. Ну, точнее, не замок, а крепость. У нас пока с вами какая доступна-то крепость. Только деревянная ведь, да? Деревянная крепость, да. Крепость можно вообще, на самом деле, будет здесь поставить. Как раз-таки тоже оградить стеной большой каменной. Но, опять же, придется убирать тогда здесь отсюда жилье. Все вот это вот, которое у нас с вами есть. Переносить его куда-нибудь в эти стороны. Но это, в принципе, можно будет сделать без проблем. Так что, давайте-ка пока приступим к покупке хотя бы земель, да. Давайте посмотрим, что у нас с вами доступно. Так, территория. Вот это хочу купить за 500. Давайте, бах. Плюс территория. Так, денежки еще есть. И купим, наверное, с вами сразу вот эту территорию, да. Получается, в эту сторону пойдем. И вот эту территорию, наверное, тоже прикупим. Чтобы вот здесь можно было тоже вот так вот строиться, застраиваться. Все это дело. Ну и потом мы тут купим тоже, скорее всего. Давайте купим 500 вот это вот. И 500 вот это вот трачу. В смысле? А, вообще, давай 500. Оп. Отлично. Прикуплены новые территории. Я еще подумал, знаете, говорил когда, что, возможно, будем делать новые территории. Точнее, новую деревушку для углежогов и обработки древесины. Потом подумал, что, в принципе, сейчас нам это с вами не требуется. Так как у нас дерева хватает. И вот эти вот ребята, они очень справляются. Пускай просто возле стен как бы там и занимаются этими делами. Так, ну что ж, территория куплена. И мы с вами можем приступать к строительству. Давайте, наверное, сразу поставим много-много-много рыбацких хижин здесь. Чтобы они потихонечку застраивались. Так, хижины рыбака. Меня интересует. Вот, давайте. Прямо здесь их бахнем тоже на берегу. Кстати, о, поставился отлично. По поводу квестов. Вроде как фиксанули это дело. Можно проверить, конечно. Я, честно говоря, не сохранялся давно. Это будет опасненько весьма. Но, тем не менее. Кому мы с вами будем помогать? Давайте по-прежнему духовенству. Потому что у нас, как бы, ну, меньше всего очков духовенства именно получается. 20 рыбам мы сейчас как раз-таки сможем это отправить. Проверим. Бам. Так, квест. В смысле, невозможно. У меня же только что было 20 рыб. Ну, алло. Все, уже испарилась, что ли? Вся рыба, жесть. 60 дней. Ну, да, рыбы нет, действительно. Слушайте, быстро она, конечно, испаряется у нас. Просто невероятно. Ну, ладно. Давайте расстроить пока потихонечку рыбацкие хижины. Ну, надеюсь, мы с вами успеем за это время выполнить квест. Но, как видите, сейчас... О! Бам. Аллилуйя, друзья. Видимо, действительно починили. Больше не вылетает. Я не сказал этому рад. Так, хижины рыбака. Давайте. Давайте здесь еще бахнем. Так, а можно тебя прям поставить? Стой, я тебя неправильно... Блин, я тут тоже неправильно повернул. Да, получается. Отмена. Отмена. Так, хижины рыбака давайте. Вот, вот так надо ставить. Ну, будет висеть немножко на воздухе, да, понятное дело. Но ничего страшного. Так, давай. Два. Поехали сюда. Три. Так, четыре. Вот так. Еще пять. Давай шесть. Шесть. Побольше ставим прям. Семь. Ой-ой-ой. Так, восемь. Девять сюда. Десятое влезет, влезет, конечно, по месте. Само собой нормально все будет. Десять. Вот так, друзья. У нас просто будет весь прям буквально берег с вами заставленными хижинами. Но, как бы, рыбу нужно добывать, друзья. Без рыбы никак. Либо покупать ее. Можно, да, часть какую-нибудь. Ну, чем больше рыбы для нас, тем лучше. Поэтому пускай здесь трудятся ребята. Тут у нас, в моменте, более склад на это дело заточен. Тут два человека работают. Они носят только рыбу. Но, кстати говоря, можно посмотреть на самом деле. Десять, ноль, пять. Пять. Десять. Десять. Ноль, пять. Пять. Десять. Ну, в принципе, здесь тоже в хижинах немножко рыбы есть. Но это сейчас они быстро очень сильно уберут. Прям за секундочку буквально перенесут на склад. Поэтому нужно больше хижин, друзья, строить. И в эту сторону, в принципе, у нас деревенька будет развиваться. И как раз таки смотрите, что получается. У нас получается вся скрыта древесина, ну, древесина деревьями. То есть у нас здесь вход есть, как бы. Единственное, что я думаю, возможно, они где-то сейчас себе здесь еще тропинку сделают. Хотя здесь деревья. Возможно, и не сделают, кстати. Тут же все-таки деревья. Хм. Вот лучше бы не делали, на самом деле. Мне там тропинки не нужны больше. Поэтому сейчас пускай строят. Будем смотреть, как они там будут что-то добывать, где. И в эту сторону также будем жилье им немножко строить еще чуть-чуть. Я думаю, будет в самый раз. Такая деревушка будет получаться. Хорошо, ладно, с этим разобрались. Пускай они пока там этим занимаются делом. У нас, в принципе, как вы видите, тоже дерево в достатке сейчас. И стройматериала, в принципе, хватает. Что ж, друзья, теперь давайте, можно сказать, главной части, да, мы перейдем. Здесь у нас, с вами, сейчас будет минус лес, конечно. Мы, с вами, все это будем застраивать. Поменяем потом стену. Ну, стену, в принципе, поменять быстро. Просто взял, убрал эту, да, и поставил другую. Это не проблема. Проблема в том, сейчас, как бы, нам, с вами, здесь начать строить новую церковь. То есть, нам, с вами, нужно, по идее, это убрать вообще отсюда, да. Построить здесь новую большую. Я вот не уверен, хватит ли нам, с вами, места здесь вообще для этого дела. Возможно, стоит перенести что-нибудь куда-нибудь. Например, убрать одно здание. Так, давайте здесь сразу подредактируем тогда помещение. Жилая зона, здесь уберу. Часть. Вот эту вот. Чтобы здесь домика этого не было больше. Так, вот так вот сделаем сейчас. Подкрасим немножко. Здесь у нас что? Здесь у нас тоже жилая зона, кстати, да. Мы ее, наверное, отсюда уберем. Здесь у нас, с вами, будет чисто какое-нибудь производство, знаете, стоять. Давайте тоже здесь перенесем. Тогда здесь чисто под производство все у нас будет в округе. Вот так вот сделаю. Вот. Здесь производство, тут производство. А дальше тоже будет опять жилая зона, с вами, появляться. Вот так вот, я думаю, это будет, в принципе Хорошо смотреться Так, что ж, мы тогда с вами берем, сейчас убираем лишние дома Отсюда, это точно нужно убрать будет Я думаю, да Так, здесь пока пускай стоит, он нам не мешается А вот здесь мы с вами будем строить церковь Я боюсь, что нам с вами будет мешаться склад Возможно и такое, кстати говоря, что будет мешаться склад И это на самом деле не есть хорошо Но, тем не менее, мы что с вами можем сделать Мы с вами можем сейчас Взять, допустим, убрать Вот это вот, да, стеночку Вот эту убрать Убрать эту стенку лишнюю тоже пока что Здесь тоже все поубираем Так, нет, мне не нужно строить, мне нужно убрать эту стену Убираем, в принципе, эти ворот, наверное, тогда сейчас пока что Вот так вот Ииии, я думаю, надо, наверное, будет передвинуть Передвинуть нужно будет немножко Вот эту вот мастерскую куда-нибудь сюда Хоча бы Пускай она там ютится, да Склад бы тоже передвинул на самом деле Только вот вопрос, конечно, куда его передвинуть Хороший Так, там люди совсем жалуются на отсутствие чего А у них еды сейчас не хватает И церкви, естественно, маловато им все по-прежнему Ну, жесть, но сейчас ничего Сейчас большую будем строить с вами Все им будет хватать А что с едой? Еды совсем мало, да? Хлеб, немножко рыбы и одежда есть Но, да, еды мало, понятное дело По понятным причинам еды мало Хотя, вроде бы, и так Куча всего построена Ну, будем достраивать, что поделаешь Будем достраивать еще Так, но сейчас, может быть, лишние люди уедут от нас Хорошо, на самом деле Мне пока их многовато, честно говоря Так Ладненько, о чем это я? О том, что надо с вами здесь все строить, да? Я бы эти места освободил, на самом деле Все-таки это передвинул бы Так, куда тебя можно поставить? Тебя можно поставить, в принципе, вот здесь, да? Мы тебя поставим, в принципе, вот здесь Здесь что-то строится у них? Что это такое? А, это склад А, склад! Я забыл про него, жесть Я же совсем про него забыл Так, склад Давай-ка ты будешь работать у нас с вами Да, на ягоды, наверное, будешь работать ты у нас Здесь много ягод Да, в принципе, много ягод Да, можно и складировать, действительно Давай, склад, носи ягоды тогда. Здесь будут ягоды, два слотика у тебя. А там дальше посмотрим. Пока сюда собираю, и все. Значит, ягоды здесь. Где у нас с вами еще ягоды были? Давайте смотреть. Ягоды были, там нужно их отменить. Вот здесь ягоды. Здесь не собирайте больше ягоды. Пока что не собирайте. Мне там не нужно, там что-нибудь другое будем собирать потом. Ягоды будут поближе сюда. Так, здесь у нас с вами много получается ткани на самом деле, да. И надо бы это куда-то дело перенести тоже нам с вами. Чтобы побольше здесь место освободилось. Для нашей церкви будущей большой, огромной. Просто невероятной, да. Так, здесь у нас тоже ткань присутствует. Но я сейчас тебя уберу и все-таки переставлю. Куда у нас с вами можно переставить ткадскую эту хижину? Хижина ткача. Так, хижина ткача. Ну, можно поставить и сюда, кстати говоря, так-то, да. У нас тут местечко присутствует. Вот так вот. Они там дальше себе дорожку проделывают. В принципе. А можно поставить где-нибудь здесь тебя, например, да. Там колодец стоит. Ну, где, блин, здесь ты будешь врезаться слишком в дом. Можно вот так тебя поставить, конечно. Но это будет слишком впритык, тоже не хочу так делать. Давайте здесь поставим пока. Пускай они здесь бегают. В принципе, стену мы с вами можем тоже переделать потом, как хочем. Поэтому... А, так мы можем даже вот так сделать, чем мы паримся-то. Вот сюда поставил, а стену потом уже сделаем, как нам с вами нужно будет. Теперь у нас тоже наше помещение. Наша территория, точнее. И все, можем под застройку отдавать, как нам вздумается с вами. Так, хорошо. Давайте здесь тогда перейти строим немножко в эту сторону. Поближе сделаем хижину ткача. Пускай строят. Склад, наверное, все-таки тоже перенесу. Куда-нибудь или подальше сюда просто. Да, здесь место освободить, чтобы побольше было бы. Ну да, перенесем, потому что, как бы, пока вот здесь ничего не принимайте, пожалуйста. Ладно, ничего не принимайте. Ничего не принимайте. Просто давайте, так сказать, вводите данные ресурсы в производство. Пока пускай здесь все копится и все нормально будет. Так, хорошо. Здесь потихонечку строительство продолжается. Здесь мы с вами строим рыбацкие хижины. Давайте сразу посмотрим, куда там требуются рабочие. Вот. Так, раз, два, три, кстати, хижина собирателей, хижина собирателей. Ага, сюда тоже. Удобный, на самом деле, экранчик появляется такой. Прямо сразу видно, где чего кого не хватает. И можно всегда подредактировать что-нибудь. Очень здорово сделано. Так, здесь строительство идет. Идет. Замечательно. Все, сейчас они построятся. Я надеюсь, такого количества рыболовов нам с вами хватит. Ну, серьезно, это жесть какая-то. Просто огромнейшая-огромнейшая деревня, получается, тоже рыболовецкая какая-то у нас с вами. Что у нас здесь является? Ну, чуть-чуть рыбы есть, чуть-чуть совсем. Ну, надеюсь, что потом в дальнейшем этого нам хватит за глаза и за уши. Так, что по пекарням у нас с вами? Давайте, смотри, здесь хлеб есть, кстати. Они делают потихоньку хлеб, постоянно. А что у нас с хлебом здесь? Точнее, с мукой. Мука тоже есть. А хлеб, куда мы с вами складываем? Так, не сюда. И вот сюда. Но здесь пока по нулям, к сожалению. Но я надеюсь, что скоро нормально это все изменится. Итак, друзья, здесь они тоже сейчас начнут строить. Давайте приоритет даже найдем высокий здесь. Чтобы они скорее это все перенесли дело. Так, здесь пока, наверное, больше не производитель ничего сейчас. Отмена. Отмена. Здесь не нужно производить ничего больше. В этом помещении. Так, здесь отсюда забираете? Ну, вроде как забирают потихонечку. Это хорошо, пускай забирают. И будем тоже переносить. Куда мы с вами перенесем этот склад, кстати говоря? Давайте подумаем. Давайте подумаем. Но склад можно сюда поставить. А, ну тут как бы... Склад без разницы, куда ставить, на самом деле. Здесь я тоже могу вот сейчас часть убрать. Например, да? И поставить склад хоть вообще сюда. Почему бы нет? Они себе тропинку дальше тоже сделают. И будут через нее все бегать просто. Давайте склад сразу здесь построим тоже, чтобы они одновременно все это делали. А мы с вами потом уже просто подхватили бы, да? И занимались своими делами. Здесь сейчас склад, будьте любезны, построите. Мы тогда будем хранить ткани и шерсть. Соответственно, это отсюда уберем. И вот здесь, получается, у нас с вами много-много места освободиться как раз-таки под постройку церкви большой. Я, конечно, понимаю, что они будут это делать очень долго. И все будут недовольны. Но я думаю, что мы с вами этот переживем пик. И у нас будет красивая, замечательная, большая церковь. Так. Камень есть. Камень есть. Все, в принципе, есть. Ну давайте подождем, пока построится. И дальше уже будем заниматься. Ну а пока, друзья, у нас там с вами все строится. Потихонечку переделывается. И я тут решил немножко каменную стену посмотреть. Слушайте, она прикольно смотрится. Прямо, смотрите, да? Такая прям огромная городская стена получается. То есть, мне кажется, ее можно использовать не только для, да, обрамления, скажем так, крепости. Но и основной город тоже отгородим это именно стеной. Ну вот, правда, ворота, конечно, такие себе. А может быть, у нас есть это ворота? Каменные какие-нибудь поместья лорда. Так, живая хижина охотника. Деревянная крепость. Оружейник, кстати говоря. Так, монастырь, монастырь, монастырь. Бла-бла. Блин. Еще нету каменных, что ли, каменных ворот побольше? Так, деревянные ворота. Ну, тут точно ворот больше нет никаких. Ну, конечно, да, с такими воротами будет, мне кажется, такой. Но мы можем сделать как? Мы можем сделать вот так. Как бы вот так. Типа, пока что, знаете, поставить вот так. А там дальше разберемся уже. То есть, вот так сделаю. Хотя бы так, да? Ну, так нормально, более-менее. То есть, мы закрываем эту часть деревянную. И, в принципе, ворот получаются. Но более-менее. Такие себе, конечно. Но, тем не менее. Лучше, чем ничего, да? Давайте здесь тоже сейчас попробуем сделать. Вот проблема, мне кажется, будет в таких местах, где как раз-таки немножко наискоси это идет у нас. И будет не совсем закрыто. Но, тем не менее, постараться можно. Да, тоже чуть-чуть вот так вот снаружи, чтобы не видно было. Вот сюда давай тебе. Бам. Вот так и сейчас сделаем. Ну, нормально, нормально. Это, конечно, упирает чуть-чуть. Можно, знаете, можно излом сделать. Можно сделать излом. Так, сейчас. Как там это было-то? Так что, да, дополнительно поставить. Так, и смотрите, мы сюда просто берем вот так вот. Оп. Как бы и закрываем. Тихо-тихо. Не-не-не, стоп. Закрываем. Оп. Все, вот так. Вот так можно сделать. И тогда их вообще не будет видно, деревяшек этих. Смотрите. Мне кажется, очень даже неплохо, да? Прям здорово. Давайте здесь тоже подредактируем немножко это дело. Так, сюда иди. Оп. Вот так тебе, да? Во. Хорошо. Так, и здесь тоже самое сейчас сделаем. Я думаю, наверное, даже... Так, сейчас. Давай здесь. Вот сюда, да? Подходи. Здесь нужно делать? Да, немножко можно сделать. В принципе, давай. Оп. Добавляем. Так, и вот сюда тебя чуть-чуть. Все. Балдежненько. Прям супер. Смотрите-ка, как хорошо получается. Очень даже. Очень даже миленько. Ну и так по кругу, я думаю, сейчас можно будет сделать. Так, что у нас здесь с построечкой? Здесь все готово. Отлично. Работайте здесь. Здесь можно удалять спокойно здание. Оно больше не нужно нам ни к чему. Здесь люди работают. Здесь склад потихонечку строится. Отлично. Тут со склада практически все вынесли. Осталось только две единицы ткани. Ну, пускай пока не будем убирать. У нас тут очень достроено. Сейчас доделаем, когда тогда уже и будем приниматься за удаление. Пока давайте, наверное, думаю, дальше, может быть, стенку попробуем сделать. Вот здесь, конечно, сейчас будет плоховато, мне кажется. Немножко не очень. Но мы что здесь можем сделать? Мы можем здесь ворота чуть-чуть поднимать сюда поближе попробовать тоже, да? Так, давайте так и сделаем. Деревянные ворота, опять же. Вот поближе сюда вас поставить. Еще вот так как-нибудь развернуть вас чуть-чуть. Давайте, я думаю, нормально будет, в принципе, вот так здесь. И большую каменную стену мы с вами давайте здесь сейчас будем возводить. Так, отсюда поехали. Ну, мы с вами сделаем здесь просто уголок. Да и все, на самом деле. Это будет, я думаю, вполне себе нормально смотреться. Так, давай. Вот так вот, наверное, как-нибудь, да? И вот так вот сюда. Во, во. И ничего видно не будет. Ну, только сейчас криво поставил, конечно. Ну, сейчас, сейчас, сейчас поправим, это не проблема. Давай тебя сюда. Оп. Вот так, да? Вот, отлично. И все скрыто за стеной. Ничего не видно. Все просто прекрасно получается. Хорошо. То, что прям доктор, знаете, прописал. Ну, конечно, немножко угловато, ну и нормально. Бывают такие, знаете, места, так сказать, в городах. Так, здесь пока ничего делать не буду. Точнее, ну, стену здесь проводить не буду, потому что она, скорее всего, пойдет как-то немножко вот сюда. Вот так вот. Вот, и дальше там, вот здесь уже оградим, и дальше уже деревяшкой будем делать все. Вот. Ну, и с этой стороны тоже можно провести, естественно, каменную стену, само собой, чем мы с вами сейчас и займемся. Ну, что ж, у нас тут с вами все готово. Местечко освободилось. Я тут уже переназначил, чтобы они таскали ткань и все остальное, ну, и шерсть сюда. Здесь мы с вами все переставили. И у нас есть большое место теперь для постройки церкви. Прямо здесь еще сейчас прям такую хорошую бахнем. Ну, и, в принципе, стена вот так вот получается. Да, смотрится она, мне кажется, очень даже хорошо для города подходит. Здесь я все-таки думаю, да, может быть, наверное, скорее всего, здесь крепость построим с вами. Немножко здесь уберем жителей. Ну, когда перекинем их сюда тогда. Даже давайте, знаете, как с вами сейчас сделаем жилую зону. Сейчас я здесь, наверное, уберу вообще. Вот это вот местечко. Мне кажется, оно подойдет для вот этой крепости самой. Так. Будем строить ее именно там. Пока деревянная будет, она у нас потом, возможно, каменная тоже станет. Как дом лорда, на самом деле, который мы с вами сейчас деревянный построили. А у нас уже можно и каменной, в принципе, уделать. Но это тоже, доберемся до этого. Вот так, все, освобожу местечко и там что-нибудь пристроим. Какое-нибудь тренировочное, знаете, поле для рыцарей и т.д. и т.п. Так, ну что? Ну что, друзья, что у нас, кстати говоря, здесь? А вот здесь у нас все хорошо. Здесь у нас уже все достроено тоже. Давайте сразу наработку назначим людей туда, да? Я уверен, что их здесь не хватает. Так, раз, 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 раз. Ну, уж если сейчас рыбы хватать не будет, это, конечно, жесть. То это, конечно, полная жесть будет какая-то. Я надеюсь, что все нормально с рыбой будет. Но, в принципе, вот она даже вроде побольше появляется. Ее здесь, да, на складе сейчас 15 и 15. Ну, не то, что прям очень гипермного, но тем не менее. Можно так, помощь. Что за помощь нужна от меня сейчас? Пять хлеба. У нас с хлебом сейчас проблемы, да? Не буду пока никому помогать тогда. Давайте здесь еще, наверное, назначим пару зон для домов жилых, да? Где-нибудь, может быть, ну, может быть, даже где-то здесь. Нужно будет еще колодец поставить, кстати говоря. Так, а давайте-ка вот так сейчас сделаем. Сейчас я вот сюда продлю ее. Вот так. Вот здесь. Пускай домик вот здесь... О, отлично, домик строится. Так, хорошо. Пускай строится. Так, и давайте еще подальше продлим тоже. Кто-нибудь обязательно здесь захочет построиться, я в этом уверен. Так, давай так побольше тебя выделим. Оп. Вот, пожалуйста, если что. Если здесь... О, все-все-все отлично строительство пошло. Супер. Пускай строится пока что. Пускай строится. Ну, я думаю, мы здесь до конца ее расширим. Возможно, здесь тоже стены. Стеной деревянной еще огородим. Посмотрим. Может быть, еще территорию прикупим. Не знаю, для рыбы. Для рыбной ловли как пойдет. Окей, хорошо. Мы возвращаемся все-таки сюда, друзья. Ну что, нам с вами нужно сейчас тогда рушить, получается, все это дело. Мы, в принципе, как с вами сейчас можем поступить? Мы, по идее, можем построить, да, проект где-нибудь здесь. Потом взять просто бах и передвинуть ее сюда. Чтобы просто прикинуть. Давайте попробуем так сделать, пока время не будем тормозить. Так, что нам с вами нужно делать? Нам с вами нужно брать церковь. Вот. И смотреть. Будем делать ее каменными. Каменная больше всего понравилась из всех здесь приставленных. Основание. Вот такое вот. Ну, не такое уж оно большое, на самом деле. Но мы можем несколько соединить и так далее. И повыше поднять. И вообще все, что угодно можно сделать. Так, основание. Допустим, будет вот такое основание у нас. Давайте сразу, наверное, повыше его поднимем. Что-то прям вообще приземленное, скажем так, да? Я думаю, можно повыше сделать. Пристройка. А, что за пристройка? Обычно пристроечка самая вот такая вот, да? Угу. Хорошо. Но я думаю, мы с вами сделаем ее как минимум из двух оснований. Еще вот сюда тоже. Давайте. Оп. Приподнимем вот так. Ну, хотя как-то, знаете. Ну, хотя да. Я думаю, два нормальных основания, в принципе, будет. Тут еще вот такие вот башни прекрасные, замечательные, которые можно поставить. Можно, я думаю, только, знаете, что еще сделать? Возможно, есть смысл. Так, что... Ну, ладно. Давайте посмотрим, пока не будем торопиться. Что еще тут у нас есть? Пристройка. А, ну, это обычная пристройка вот такая, да? Пристройка. О, кстати, прикольная. Это можно вот так вот пристраивать. Блин, клево. На самом деле так. Ну, хорошо. Давайте, допустим, пристройка. Это можно назад поставить, наоборот, будет. Вот сюда куда-нибудь. Вот так вот. Так, вместо... Ну-ка, подожди, башня. Ладно, пока уйди. Тогда сейчас куда-нибудь сюда поставим. Чтоб нам не мешалось просто. Но мы знали, что такая есть. Так, пристройка. Ну-ка, пристройка еще раз давайте. Пристройка Б. Еще одну. Сюда, пожалуйста. Будьте любезны. Это типа ниже надо пустить. Только вот так. Да, как здесь сделали. Так. Тут еще есть, кстати говоря, я смотрел арка. Ну, арка это, видимо, я так понимаю, как вход на территорию. То есть можно прям территорию ограничить. Арка, малая башня. А вот чем ограничивать, пока непонятно. Основание пристройки. Круглая башня. Большая башня. Малая башня. Арка. Крест. Дверь. Горгулий. Витраж. Так, дверь. Ну, дверь у нас будет здесь, понятное дело. Либо сделаем не так. Сделаем через пристройку, да, я думаю, дверь, наверное. Вот так поставим. Да, чтобы тоже смотрелось прикольно. Так, вот так чуть повыше можно поднять. Вот. И здесь сделаем дверь тогда уже. Дверь вот здесь бахнем. Пам. Вот так вот будет у нас вход в церковь нашу. Замечательную. Так, башни. Что можно с башнями? Да башню можно тоже куда угодно вообще ставить. Хоть сюда можно ставить, хоть куда. Сколько жителей получается? Пока 51, на самом деле, маловато. Нужно больше. Большое помещение строить. Гораздо больше. Так, сейчас давайте башню повыше. Можно даже не одну башню-то сделать. Можно сюда башню поставить, кстати. Вот так, да, смотрите. Во. И здесь еще одну. Ну-ка, 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 ну-ка. Так. У нас нет, у нас немалая башня. Это у нас большая башня получается, да? Так, давай еще тоже одну с этой стороны поставим. Чуть повыше тебя поднимись. Давай. Оп. На одном уровне, чтобы было. Так. И иди туда-сюда тоже вставай. На это же место примерно. Так, вот так, да, я так понимаю? Да, да, да. Хорошо. Так, слушай, неплохо, неплохо. Прям здорово получается. Дофига камня нужно. Просто миллиард камня. Миллиард ресурсов пригодится, помимо всего прочего. Но это ладно. Это мы с вами сделаем. Сейчас накопим. Все нормально будет. Вот такая получается. Но это еще не все. Мы с вами сейчас еще расширим ее, конечно же. Пристройка. Пристройка, пристройка. 56 человек. Как-то мало, конечно, пристройка. А, так, еще одну пристройку можно бахнуть сюда. Друзья, знаете, кажется, они ничего не пофиксили. Все так же влетает игра при квестах. Ну, то есть как-то через раз, теперь, знаете, то ли вылетает, то нет. Но, тем не менее, вылетело как бы. Но зато я переделал церковь немножко. Я вот сделал ее вот такую. Смотрите, прям как. Каефная. По-моему, очень балдежно смотрится. Здорово. Немножко переделал. И людей теперь в нее помещается. Так, спокойно. Спокойно. Ничего двигать не хочу. Помещается 128. На нее, конечно, материалов. Сами видите, сколько 800 с лишним камня нужно там. И всего прочего. И стекло по-прежнему нужно. Но ничего страшного. Я думаю, мы с вами как-то это переживем. Вот теперь вопрос. Как быстро они это построят, конечно. Как же это не добудут. Но нам, смотрите, какой-то буст даст. Просто плюс 179 с половиной. Сразу величие. Это жесть. У нас тут с вами все откроется сразу моментально. И монастырь появится. И все на свете. Ну и 128 жителей. Это даже больше, чем у нас получается здесь. То есть, в принципе, она балдежно смотрится. Такая огромная, прям каменная. Сейчас, смотрите, с башнями. Пока даже пристройки не стал делать. Я думаю, если что, как раз таки мы с вами в дальнейшем этими пристройками займемся. И будем уже при помощи, собственно, пристроек дополнять количество людей, помещающихся в эту церковь. Пока мы, в принципе, можем ее переместить. Так, вот теперь тут проблема. У меня, мне кажется, я сейчас ее нормально переместить не смогу. Так, у нас основание вот это. Зараза, да. У нас просто много оснований. Я, типа, видите, кусочками их двигаю, как бы. Получается, что нет. Так, ну ладно. Сейчас мы с вами тогда будем делать по-другому, друзья. Все-таки придется, видимо, нам убрать вот это вот так. Аккуратно, спокойно. Нет, мне нужно ее вынести. Вот так, как я делал. Нормально, ровненько. Да, вроде ровненько. Блин, не очень ровненько, на самом деле. Надо чуть-чуть сюда, вбок. Ровненько. Здесь есть? Здесь есть все. Да, вот так ровненько, хорошо. Так и оставим. Но сейчас будет проблематично немножко перенести. Но, тем не менее, мы с вами справимся. Просто нужно по центру то, что сделать. И будет красиво и балдежно. Так, ну что, мы тогда с вами стопорим, да. Убираем. Вот это дело. Пока-пока церковь. К сожалению. Тут сколько у нас получается. 100 человек. Да, получается. Такую маленькую, а вот такую, блин, огромную. Стоимость всего лишь. Странно, конечно. Но, тем не менее. Убираем. Бабах. Да, да, да. Уровень, конечно, сразу у нас. Сейчас, прикиньте, у нас нельзя будет срочь ее. Это будет забавно. Нет, есть по-прежнему все нормально. Так, и теперь мы это переносим в дело. Сейчас кусты тоже лишние уберу здесь. Нафиг нам с вами нужны. Потом заново посадим все красивенько. Камни, по идее, мешаться не должны. Поэтому все нормально с этим делом. Так, сейчас здесь просто тоже лишнее все это поубираю. Вот так. И здесь будем строить. Ворот вот эти, которые там арка есть. И потом уже надгробие я, наверное, потом построю. Хотя, по идее, мы даже надгробие построить-то не можем. Мы тут, как бы, пока у нас их нет, мы можем просто тут такое здание построить и оградить, допустим, каменным забором. Но это мы с вами сделаем. Итак, мы сейчас берем аккуратно вот так. Вот так аккуратненько берем. И частички эти перен... Ага, я же не могу, да. Не могу так далеко части друг от друга переносить. Ну ничего, сейчас мы будем вот так вот постепенно, знаете, ступенечками. Ступенчато. Я думаю, можно прямо здесь поставить, на самом деле. Почему бы нет, да? В принципе, местечко хорошее, подходящее. Ну давайте, ладно, поближе еще бахнем к фонтану, наверное. Вот так. Во, вот здесь поставим. Вот так поставлю сюда. Здесь, получается, будет огромная церковь такая. Так, сейчас теперь вот эти вот части все нужно... Ого, нет-нет-нет-нет-нет. Так, нам нужно с вами за это хвататься, за что-нибудь. С этой стороны. Так, давай за тебя, например. Нормально? Еще нормально, да, поехали. Можно даже привязку, в принципе, выключить, я думаю. И сейчас просто аккуратненько так поставим как-нибудь. Так. Не-не-нет, нужно тебя утопить туда. Так, и чтобы ты не вылезала нигде. Сейчас будем смотреть. Сейчас будем смотреть. Вроде бы вот так нормально будет, да? Вроде нормально. Так, раз. Здесь упирает немножко, там выпирает немножко. Так, вот здесь надо проверить специально с этой стороны. Нет, немножко не так. Немножко надо вот этой штуки теперь перенести. Сейчас давайте возьмем тебя. И чуть-чуть вот сюда. Вот так. Нормально? Так, три здесь. Блин. Теперь там немножко упирает. Чуть-чуть сюда. Вот так. Раз, два, три. Раз, два, три. Во, все. Вот так хорошо. Вот так ровненько. Вот. И вот такая вот циркушка у нас с вами будет получаться. Мне кажется, очень даже, очень даже, знаете, подходящая нашему городку. Так, ну что? Понеслась, друзья. 858 камней, 292 инструмента, 85 досок. Ну, у нас есть. Золото есть. И пять стекла, которые нам с вами нужно будет докупить. В общем-то, поехали. Начать строительство, друзья. Ух. Ух, жесть. Сейчас какая будет. Ну что? Я надеюсь, они сейчас начнут это делать. Давайте. Сейчас у них настроение, правда, будет падать из-за того, что у них церкви нет. Нифига. Но строителей, в принципе, у нас с вами сейчас хватает. Два. Почему два? Почему так мало? Ну, видимо, больше не назначается. Так, у нас больше строителей с вами у нас. Дофига строителей было. Где там они есть? Давайте посмотрим. Собиратель, строитель. Где строитель-то? Строитель, строитель. Солдат. Вот, строители. Раз, два, три, четыре, пять штук у нас их есть. Но тут, видимо, только... А, нет. Смотрите, четыре человека уже нормально. Нормально, в принципе, хорошо. Пускай строят. Пускай строят. Все эти камни у нас с вами закроются и будет, мне кажется, молодежно. Нифига, он здесь с вами заполнен. Смотрите. Сейчас у нас много и ткани, да, и много шерсти. Наконец-таки. Наконец-таки у нас с вами будет хватать, возможно, одежды. Но это не точно пока еще. Но это пока еще не точно. Так, что у нас здесь с рыбалкой? С рыбалкой все, мне кажется, хорошо должно быть. Рыба. Ну, не так много, но присутствует, тем не менее. Не так много, но все-таки есть. Это уже тоже хорошо. Ну, жизнь, конечно, такая просто. Вереница рыбаков у нас с вами получилась. Ну, что поделаешь. Так, нам с вами нужно стекло купить, да? Ох-ох-ох-ох, стекло, стекло, стекло. Куда бы нам пока назначить его? На какой склад? Может быть, здесь есть место? Вот, давайте сюда стекло возьмем. Так, стекло. Я хочу купить его. Давайте настроим торговля. Так, торговля ресурсами. Мы можем еще торговый путь открыть, кстати говоря. Давайте откроем за тысячу, да? Открываем. Так, торговля ресурсами. Стекло. Мне нужно купить. Всего лишь 5, на самом деле, нужно купить. Поэтому давайте докупать до значения 5. Все, покупаем стекло. Будет 5 стекла у нас на складе лежать. И как раз-таки это стекло у нас пойдет с вами сюда на витражи. Но, знаете, строечка более-менее идет, на самом деле. Строечка более-менее идет. И я думаю, что, может быть, даже нормально и успеют они построить все это дело. До того момента, как всем потребуется вера. Хотя, конечно, сейчас у нас, да, жителей 114-115 не хватает веры. Но ничего, у нас у меня 222 жителя. Нас это много. Если кто-то уедет, то, в принципе, ничего страшного. Но давайте будем строить просто. Так. Далее, что у нас здесь? Я думаю, добавим здесь еще пару домиков жилых тоже. Жилую зону, да? Здесь. Где-нибудь расположим. Вот так вот. За деревьями пускай строятся тоже. Как-нибудь где-нибудь здесь. Если хотят, конечно. Да, они хотят, естественно. Им нужно жилье. Нужно где-то жить. И давайте здесь еще построим колодец, наверное, я думаю. Потому что, ну, колодец... Дело такое, знаете. Колодец это не сложно. Колодец это построил. И они там воду черпают оттуда. Все. Здесь еще один колодец он строит. Давайте. Бам. Все. Пускай будет. Строителей нанять, чтобы... Ну, на всякий пожарный, знаете. Так, у нас там безработных. Безработных у нас, мне кажется, вообще миллиард. Должно быть, да. Много безработных. Так. Давай, дружище, ты идешь с строителем у нас будешь работать. Так. Ты идешь тоже будешь с строителем работать. Занимайся. Ну, я думаю, пока вас, в принципе, хватит. Что-то здесь по строительству. Ну, вот, потихонечку люди строят. Так, а что у нас по стекло? Она приехала к нам уже или еще нет? Давайте посмотрим. Нет, стекла пока ноль, к сожалению. Но я надеюсь, что в скором времени мы должны это дело будем поправить. И оно нам приедет, по идее. Ну, мы все с вами настроили. Мы все с вами для этого настроили. Чтобы оно к нам приехало докупить. Собственно, место есть. Деньги есть. Все. Должно приехать. Рано или поздно. Я надеюсь, что рано. Ну, либо, конечно, придется без витража все это дело делать. Но не хотелось бы. Хотелось бы все-таки с ним сделать. Но вообще, по идее, будет красота у нас с вами. Просто офигеннейшая красота. Так, друзья. Ну что ж, пока строительство продолжается. Давайте посмотрим, что у нас с вами здесь можно сделать. Здесь мы с вами можем, в принципе, доделать стену. Доделать стену, я думаю, да? Каменная большая стена. Построить сюда и вот так вот. Не-не-не, не на всю территорию. Вот так вот построить. Вот здесь отгородить, да? А здесь уже пойдет у нас с вами другая. Давайте пока так вот бахнем примерно. Ой-ой-ой. Нет, не то. Не то, не то, не то, не то. Так, сейчас сюда давай. Оп, поехали. Так, далее. Ну, я думаю, вот так поведем. Просто на самом деле сюда. Где-нибудь там через лес вот так, да? Просто-напросто. Вот сюда, в эту сторону. Так, у нас получается здесь церковь. Нужно немножко подальше сделать. Тогда вот так как-нибудь сделаю. Вот сюда, вот сюда. Здесь у нас с вами ворота будут, получается, городские. Точнее, деревянные. Но у нас других пока и нету. Так, где у нас деревянные ворота-то эти? Деревянные ворота, пожалуйста. Вот сюда сейчас строим. Давай, оп. В город проход будет такой основной у нас с вами здесь. Вот так вот. Оп. Отлично. Так, далее деревянная, ой, точнее, каменная большая стена продолжается. Так, иди сюда. Так, раз. Угу. И отсюда начинаем сразу же большую каменную стену новую. Так, поехали. Здесь нам уже собиратели не нужны, поэтому мы спокойно можем, в принципе, немножко даже в эту сторону. Вот так вот. Во, отграничить это дело. Все, вот здесь. Вот здесь стена идет. Так, и вот здесь она, собственно, тоже отгораживает весь наш город. Оп. Нормально. Во, все. Ну и балдеж. Вот основной как бы поселение наше получается. Вот это вот, отгорожено каменной стеной. Здесь у нас, скорее всего, я так думаю, сделаем все-таки то самое, да, именно замок. Деревянный для начала, потом посмотрим уже. Вот. Ну и здесь у нас с вами тоже сейчас могут появляться и новые, собственно, жилье и все прочее. Давайте даже жилые зоны, наверное, отграничим. Вот тут, смотрите, прям прекрасное вообще место для жилых зон. Поэтому давайте мы дадим им такую возможность строиться здесь около стены. Почему бы и нет? Если хотят, пускай строятся. Нам как бы не жалко. Добычу мы отсюда убираем, кстати, вот это вот. Здесь добывать ничего не нужно. Так, жилую зону пока поставим здесь. Сейчас, давайте немножко подальше, наверное, стены чуть-чуть. Здесь дорога у нас с вами идет, да? Ну вот здесь линия пускай строятся. Вот так вот. Разрешим мы, в принципе, строиться. Вот. Здесь можете начинать хибарки свои строить. Во, пошло дело. Пошло дело, полетело. Даже можно побольше немножко зону выделить. В принципе, под застройку вот такую. Будем, да, дадим. Ой, они все довольны и счастливы. Сразу побежали себе дома строить, естественно. Здесь тоже что-нибудь построим. Наверное, может быть, пару хибар, я думаю, да? Чего бы нет. Вот так, вдоль дороги. Не, пока помогать не будут. У меня игра вылетает все равно по-прежнему. К сожалению. Периодически из-за этого. Так, здесь мы тогда убираем вообще дома с вами. Вот эти вот все. Это убираем сразу давайте. Это тоже все убираем. И здесь у нас с вами будет в дальнейшем замок строиться. Сейчас много кому, конечно, не будет хватать домов. Но они сейчас там заново построят себе. Будет все нормально у них. Вот, здесь мы с вами отгородим. Отгородим, я думаю, тоже большой каменной стеной, в принципе, да? Как-нибудь вот так отсюда возьмем. Допустим, я сделаю вот так. Сюда просто и вот здесь, да? Здесь можно ворота будет сделать, кстати, тоже дополнительные. Вот так вот, смотрите, значит. Берем. Деревянные ворота ставим. Ворота будет... Ну, у нас туда вот внутрь как бы они будут сходить. Так, сюда давайте ворота поставим. И здесь ворота поставим. Ну, так, пускай будет крепость. Отгорожено тоже немножечко воротами у нас. Оп. Вот, все, здесь большая каменная стена будет идти тоже. Так, большая каменная стена. Давайте построим. Раз. Раз. И сюда давай. Оп. Во, вот так отгородим. И здесь тоже давайте пока вот так сделаем. Ач. Блин, сюда нельзя тебя привязать что ли никак? Так, жесть. Почему так интересно? А, в общем можно. Хорошо. Вот, отлично. Все, сделаем так тогда. Я думаю, да. И здесь в эту сторону то же самое проделаем с вами. Так, раз. Давай. Эээ, не в ту сторону, подожди. Вот вот так вот надо. Давай раз. Два. И здесь. Тихо, спокойно. Берем вот это вот. Ну, давай крепить. Что такое-то? А, ну. Да камон, серьезно. Во. Все вот так. Давай, бам. Отлично. Все, соединили. Отличненько. Вот это место мы с вами отдадим под, собственно, замок. Под то самое строительство. Мы даже с вами можем здесь, в принципе, стену побольше сделать. Подальше вот так вот ее как бы выдвинуть. Там нам никто как бы не запрещает этого делать. Можно вообще как угодно. Вне зависимости от наших границ. Можно делать все, что угодно с этой стеной. Но строить мы, конечно, там с вами не сможем. Ну, а так это можно вот так, в принципе, сделать. Пожалуйста, там будет небольшая у нас с вами здесь крепость. Можем даже добавить, скажем так, округлости немножко. Вот так вот. Раз. И, допустим, вот так вот. Два. И вот так вот сделаем как бы немножко скруглим стену, чтобы там не такие прям прямые углы были, да, чуть помягче. Вот так, допустим. Раз. Все. Вот. Ну, а там с деревьей не видно, в общем-то. Ну, отлично. Пускай вот так у нас с вами будет получаться. Дальше потом мы уже займемся строительством, я думаю. Ну, что, потихонечку, смотрите-ка, потихонечку строится. Уже даже какая-то часть построена. Балдеж. Друзья, наконец-таки, наконец-таки строительство закончено. И теперь в нашем городе есть прекраснейшая церковь, друзья. Давайте скорее посмотрим на нее поближе. Нифига себе, тут все подкрывалось, столько всякого разного. Ну, я теперь думаю, что все жители и новые приезжие будут просто довольны и в восторге. Я бы даже так сказал. Смотрите, это прекрасное здание, друзья, новой церкви, которое вмещает в себя, между прочим, 128 человек. Немного, немало, да? Неплохо, так мне кажется. И, мне кажется, сейчас просто теперь будут, знаете, все стекаться толпами в наш город, потому что здесь такое прекрасное сооружение. Мы, конечно же, с вами сейчас давайте украсим. Немножечко добавим декора, да? Добавим кипарис, добавим еще что-нибудь интересненькое. Пока как-нибудь, где-нибудь как-нибудь вот так, возле, знаете, возле входа. Можно пару деревьев. О, они прямо в него заходят? Вот это хорошо. А то, помните, в церкви непонятно как бегали куда-то. Прямо в него. Хорошо. Вот это здорово. Это я понимаю. Давайте здесь кипарис, давайте здесь кипарис, пускай растет. Можно целый ряд где-нибудь будет еще сделать, знаете, потом побольше немножечко. Давайте и кустов добавим где-нибудь. С вами кустики, например, вот здесь можно посадить, я думаю, да? Вот так раз и вот так два. И здесь то же самое сделаем. Раз и два. Вот, ну потом где-нибудь, да. О, знаете, по бокам, мне кажется, кипарисы будут хорошо смотреться. Может где-то еще здесь, позади, можно здесь будет сделать. Ну, короче говоря, друзья, вот такое вот такое здание. И мы с вами сможем немножко еще апгрейдить его в дальнейшем. Можно здесь будет что-нибудь перестроить, по бокам какие-нибудь перестроечки сделать. То, чтобы побольше людей вмещало. Но в целом, я думаю, что теперь в основном все довольны. Хотя, конечно, мне кажется, по-прежнему некоторому количеству не хватает веры. Да, 49 жителей еще все по-прежнему нуждаются в ней. Но пока остановимся, скажем так, на этом, друзья. И, как вы видите, за пределами нашего поселения тоже уже селятся товарищи. Они здесь желают жить, даже несмотря на то, что их не защищает стена. Но мы потом, конечно, стеночку только деревянную уже им сделаем. Какой-нибудь второй частокол такой, знаете, пойдет у нас там с вами где-нибудь. Ну и в целом, в целом, деревня рыбаков наших тоже потихонечку отстраивается. Появляется больше домов в ней. И, собственно, рыбы у нас, как видите, на складе тоже присутствует довольно-таки много. Что ж, друзья, на этом, я думаю, пока с вами завершим. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте комментировать, нажимать на колокольчики. Ну а мы с вами увидимся, как всегда, в следующей серии. Всем до скорого и пока-пока.